прекрасному танцу. Слушай, знаешь, я хочу вот прям сразу, мы еще, да, там никаких тебе вопросов я не задала, но я хочу тебе сразу сказать, что вот когда я тебя увидела на сцене, сначала в Крокусе, потом я смотрела твои ролики на Ютубе, я просто влюбилась, понимаешь? Вот я просто, когда увидела вот это вот все движение, я просто влюбилась в тебя, в твой танец, я поняла, что вот я удивилась, почему от меня вот это направление было столько лет как-то скрыто, я вообще никогда ничего не слышала об этом, и для меня, знаешь, я как бы всегда искала, мне хотелось вот танец, но я смотрела разные направления, там всякие такие belly dance и pole dance, я понимала, что это все не про меня, это прямо вот не моя тема, и меня туда не тянуло, но когда я увидела вот этот танец, у меня как бы, знаешь, как все пазлы сошлись, и я поняла, что это вот оно, это то, ну, наверное, что вот нужно каждой женщине, да, это вот там, где раскрывается истинная природа. Вот, расскажи-то немножечко тогда, как ты к этому всему пришла, да, как ты нашла это направление? Ну, ты знаешь, мне кажется, оно меня нашло само, потому что я занималась как раз belly dance какое-то время, и делала, ну, танцевала этот belly dance как-то по-особенному, и, в принципе, моя преподаватель мне и сказала, она говорит, такое чувство, что ты вот tribal танцуешь, иди, говорит, на этот tribal. А на дворе был 2012 год, я даже слова такого не слышала, вот ты говоришь, ты увидела в Крокосе, это какой, семнадцатый или девятнадцатый год? Нет, ты представляешь, я увидела это вот в этом году. А, то есть это вот сейчас. А, все. Да, то есть это 21 год. То есть я была, понимаешь, вот, как это называется, несведущей, вот, просто вот столько лет, и только об этом узнала. Мне стыдно. На самом деле ничего здесь такого стыдного нету. Нет, я шучу, конечно, я шучу, просто это, как, знаешь, сожаление такое, что я об этом раньше не узнала. Поэтому я захотела поделиться, ты знаешь, как бы с другими женщинами, которые еще не знают это направление, они просто откроют для себя и поймут, что, о, боже, это просто танец богини, это вот реально живое воплощение. Да, ну вот, если немножко про танец, про этот рассказать, то он действительно, как бы он такой, он вроде и напоминает belly dance, то есть по каким-то своим движениям. И вроде все на него смотрят и думают, нет, это какой-то другой танец. Но основа его, конечно, это танцы живота и все, что делают танцовщицы бедрами, все это мы в Tribe of Fusion тоже делаем. И у нас, ну, как бы все наши базовые движения на этом строятся. Другое дело, что в Tribe of Fusion мы очень, ну, так, достаточно много занимаемся телом, мы занимаемся йогой и вот все вот эти дыхательные техники. Все это нам просто необходимо для того, чтобы была вот эта вот пластика. Вот, то есть у меня вообще произошло, что я стала преподавать этот танец с 2013 года. И я сразу добавила в урок йогу. То есть у меня урок длился два часа. На тот момент это был вообще нонсенс, были только по часу уроки, какая там йога. Даже некоторые так на меня смотрели, что это я вообще такое делаю. Но, тем не менее, вот как-то вот интуиция какая-то внутренняя подсказывала, что невозможно добиться вот этого красивого движения, если ты не занимаешься своим телом. То есть если ты его, ну, не знаешь, потому что просто научить, ну, делать какие-то движения, условно поднять плечо, опустить плечо, там, то же самое с грудью. Это могут все, а сделать это так, что от твоего движения, ну, невозможно оторваться, это уже, ну, совершенно другое качество этого движения должно быть. Вот, и, собственно говоря, вот как бы tribal fusion, он, наверное, отличается тем, что он более пластичный, и там более такая широкая лексика танца за счет рук, за счет грудной клетки, то есть вот, ну, за счет наполнения верха. Ну, это такой гипнотический, да, вот этот эффект происходит. Ты как бы не можешь оторваться за счет вот этих вот всех моментов, то, что я уже как бы поняла, да, и за счет того, что в танце ты как бы изолируешь какие-то части тела, а другие двигаются, и выглядит, и просто такой вот, как это, как это происходит. Да, вот эти вот изоляции, это тоже одна из таких отличительных особенностей нашего стиля, то есть у нас действительно очень много таких упражнений, их, может быть, не так много мы используем в самом танце, это вообще может быть во всем танце одна маленькая связочка с какими-то вот такими наслоениями движений, когда у тебя бедра одно, там, грудь, плечи другое, однако в танцевальном зале танцевальный класс может содержать просто половину класса, над которым ты будешь работать вот над соединением вот этого всего, и это, конечно, ну, для мозга это просто какая-то песня, потому что ты прям вот воочию наблюдаешь, как простраиваются вот эти нейронные цепочки, когда поначалу ты вообще не можешь понять, как один ритм в бедрах, другой ритм, тебе нужно что-то с грудью сделать и не потерять ритм в бедрах, потом еще ты добавишь шаги, там, ты добавишь руки, ты начинаешь играть с разными ритмами, с разными темпами. Не всем просто сейчас понятно, о чем ты говоришь, потому что на словах это как-то все звучит, ну, сама понимаешь, да, очень так абстрактно, но я стала пробовать, да, вот эти повторять движения, смотреть вот уроки базовые там, и ты знаешь, у меня до сих пор не получается, то, что я научилась это делать, только маю, да, движение, не все, и соединить это еще с чем-то, это уже для меня просто какой-то взрыв мозга. Да, вот этот взрыв мозга, это на самом деле то, что очень, ну, здорово, и то есть, и это же, ну, получается, достаточно быстрые какие-то временные рамки, ты наблюдаешь, как тело начинает простраивать эти движения и просто с этим справляться, и то есть еще буквально полчаса назад ты на это смотрела все и вообще не могла понять, как это сделать, и вот проходит полчаса, и ты просто в каком-то восторге от своего тела, от того, насколько оно мудрое, по сути, оно без тебя вообще справилось, то есть ты как некий созерцатель своего тела, и вот, ну, это как такая вот танцевальная терапия даже, мне кажется, больше. Это однозначно танцевальная терапия. Вот скажи мне, пожалуйста, вот ты же еще как педагог, то есть здесь нужно настолько доходчиво объяснить, чтобы любая женщина, потому что приходит, я понимаю, с разным уровнем подготовки, у кого-то вообще не было никакого там танцевального опыта совсем, и вот женщина, которая привыкла вот определенным образом себя чувствовать, да, там, не чувствовать, вернее, не чувствовать свое тело, ей надо объяснить, как это, как это сделать, да, то есть у тебя, видимо, есть какая-то своя методика, которую ты, да, вот доносишь, и расскажи об этом чуть-чуть. Ну, ты знаешь, моя методика заключается в том, что очень много, и станца я уже делаю в йоге, то есть, например, там, в той же йоге, там, в какой-нибудь асане, в какой-нибудь позе мы, например, начинаем работать с тазом, то есть я рассказываю, как попробуй пошевели тазом, там, копчик вверх, копчик вниз, там, лобковая кость вниз, и попробуй изолировать грудную клетку, или, наоборот, ты изолируешь таз и сделай, там, круг грудной клеткой над полом, условно, ну, какие-то вот такие вот вещи, попробуй пошевелить лопаткой, как ты это сейчас вот чувствуешь, какой рисунок она может, там, ну, в общем, вот такие вот вещи мне потом помогают уже в танцевальном классе быть очень эффективной, как педагог, как преподаватель, то есть, в принципе, вот эту базу я ее закладываю на йоге, а потом мы уже начинаем это все в танце, и это достаточно быстро происходит, достаточно быстрые результаты уже видны, но я люблю это дело, я, собственно говоря, сама профессиональный педагог, я по образованию педагог, учитель начальных классов, и поэтому вся методика преподавания, это, ну, это моя профессия, вот, так ее, конечно, в двух словах не расскажешь, но, наверное, самое главное, что вот нужно донести до женщины, что она имеет право танцевать. Это, наверное, очень, ну, странно звучит, однако, сталкиваясь, ну, в работе со взрослыми женщинами, я сталкиваюсь с тем, что женщины не разрешают себе танцевать, то есть они разрешают себе танцевать, когда они уже понимают, что вот они научились какой-то связочке, вот они ее могут сплясать, когда уже прошло какое-то время. Но если, например, дать какое-то задание на, там, раскрепощение тела, на, ну, какие-то упражнения на импровизацию, просто на свободное движение, то очень часто сталкиваются с тем, что не могут позволить себе танцевать. То есть вот напиться и плясать все могут, а быть в здравом уме, в осознанном состоянии, почему-то мы начинаем как-то что-то ждать от своего тела, того, чего оно, ну, оно нам, в принципе, не обязано давать. То есть оно не обязано быть, там, какой-нибудь Дианой Вишневой или еще кем-то. У него есть совершенно свое уникальное движение, у каждой женщины, у каждого человека. И вот моя задача на первых этапах до женщины просто донести, что она уже танцует, вот она уже прекрасна и она уже танцует. Вот ей не нужно 10 лет учиться чему-то для того, чтобы позволить себе танцевать. То есть ее тело, оно уже умеет танцевать. Одно дело, что мы уже начинаем наполнять его потом какими-то формами движения, но, тем не менее, само движение, оно уже есть. И вот, собственно говоря, после вот того, как мы начинаем понимать, что да, тело прекрасно, там, кисть, она может вообще просто двигаться так, что там у меня сердце начинает просто колотиться от того, как она красиво, у меня там глаза загораются. И вот, в общем, вот через, вот, наверное, такую некую веру в себя, обретение, что ли, снова вот в себя уже начинается вот как бы обучение самой потом техники танца. Вот, как бы так. Ну, это очень круто, на самом деле, такой подход, потому что, действительно, сейчас так женщины закрепостили себя. И у них есть такой либо выход совсем в раскрепощение, скажем, через там секс, да, через такую вот грубую сексуальность, что сейчас видно, да, многие танцы на этом построены. И вот это, например, меня это отталкивает, да, мне это вот, ну, как бы это не совсем про природу женщины. Это такая агрессивность какая-то. А здесь это другая совсем, совсем вот, там нет какой-то такой грубой, да, сексуальности, то есть она такая вот, ну, не знаю, какая-то она возвышенная, что ли, да, если так можно сказать. Это очень круто, поэтому вот девушки, кто нас сейчас смотрит, кто никогда не смотрел, что такое tribal dance, tribal fusion, просто вот погуглите, посмотрите Агапию, да, на YouTube. Это просто потрясающие там, такие танцы, что вы не сможете оторваться. Да. Да. Расскажи, кстати, еще вот про твою работу с женщинами. Как ты думаешь, вот, а что сейчас, как бы, женщина мешает, да, вот мешает вот этому ощущению, вот, чтобы они могли вернуться к самим себе, да, не хотеть стать какой-то, да, там, вот это вот улучшать себя, потому что сейчас это тоже тенденция, когда постоянно там, да, мы пытаемся себя улучшить с помощью, там, косметологии, пластики, еще чего-то, еще чего-то, вот это все наворачивается, да, и получается, как бы, там женщины за этой оберткой уже нет. Вот ты работаешь с женщинами, как ты это видишь, вот, в своей работе? Ты знаешь, я вот тебе вот что скажу. Я напротив, мне кажется, последние, ну, может быть, 3-4 года я сталкиваюсь с другой тенденцией, что женщины уже приходят к тому, что, ну, вот, как бы, к своей природе, что ли, что вот они находят себя, что ли. То есть я не знаю, может быть, это связано с моим собственным каким-то, ну, не знаю, ростом, можно так сказать, или, ну, с каким-то осознанием себя, как женщины. Может быть, ко мне приходят уже, как бы, женщины, ну, такие продвинутые. Или твой, как бы, твой образ и твой танец, он уже привлекает тех женщин, которые именно и готовы к этому, да, то есть одно главное синхронизация. Да, вот я вот именно это и хочу сказать, что женщины приходят, ну, такие, вот, прям, я бы даже сказала, что я у них учусь сама, я вдохновляюсь от них. Вот, и они приходят уже, ну, как бы, я иной раз, мне кажется, я им не так сильно нужна, потому что каждая, ну, просто бесподобна на самом деле. Вот, поэтому вот раньше, раньше, наверное, чаще, раньше чаще было среди женщин, знаешь, таких, кто по роду своей деятельности обязан был там 8 часов присидеть в офисе и потом вот снять с себя там эти каблуки и уже начать как-то там что-то заниматься со своим телом. Вот сейчас больше каких-то свободных художников, которые вот, ну, вот типа тебя, например, вот я вот на тебя смотрю, я понимаю, что, ну, вот, что ты вообще, там, твое движение, оно уже, вот, судя по тебе, там, твоя моторика, она уже просто там, я там тебе буду даже не так, ну, как бы, нужна, потому что ты сама уже, ну, настолько крутая. Я к тебе записалась на онлайн-танцы, поэтому, кстати, кто хочет присоединиться, я тоже буду, я тоже буду заниматься. Уже не смогу никого взять, потому что много... Уже вот сегодня как раз закрыли, да, записи, очень много желаю. Ясно, да. Ну, очередь, она должна быть, это нормально. Ну да, да. Расскажи, пожалуйста, еще, вот, мне тоже интересно, как ты познакомилась с Перуква, как вообще, вот, ты попала, да, и танцуешь у нее на концертах, то есть как эта вообще история случилась? С Перуква, на самом деле, на меня вышли люди, которые организуют ее концерты, вот, они, вот, наше знакомство состоялось в семнадцатом году, то есть я с ней, вот, каждый год мы выступаем вместе, и, собственно говоря, вот они мне написали, сказали, вот так-то и так-то, не хотели бы вы там поучаствовать в концерте, скинули мне какие-то треки, я выбрала трек, после этого Перуква пригласила меня к себе в гости, я к ней съездила, мы пообщались, познакомились, поговорили, там она напоила вкусным чаем, я в нее влюбилась просто совершенно, вот. Ну и, собственно говоря, с тех пор несколько раз мы занимались с ней вместе, она была на моих уроках, очень была поражена йогой, и она как раз пришла в тот момент, когда мы, у нас прям вот был целый цикл на тазобедренные суставы, у Перукова у нее с ногами, как мы все знаем, были очень большие проблемы, и вот она прям очень хорошо себя после этого почувствовала. Потом какие-то упражнения с руками мы с ней делали, ну, то есть вот как преподаватель тоже у нас было несколько таких вот очень тоже трогательных моментов, как она обучается, на самом деле, какой она ученик, просто потрясающий, то есть вот несмотря на то, что вот она такая вот вся, ну, яркая, она так умеет людей заряжать, она так это все доносит до всех, но сама в танцевальном зале она настолько послушный ученик, который прям вот ловит каждое твое слово, и у нее нету этих звездных понтов там каких-то, то есть она очень скромная, она очень приветливая, вообще, конечно, потрясающая женщина. Ну, и, собственно, мне кажется, это вызывает у тебя такой потрясающий опыт, когда ты встречаешь, да, вот такого масштаба человека, женщину, женщину, настоящую женщину, да, вот. Вот, знаешь, как меня некоторые вот поражают, да, кто там первый раз как-то там знакомится с Перукова, смотрит ее там ролики, песни, и потом такие, да, начинают какие-то нелицеприятные отзывы про то, что там, почему у нее такой живот, да, вот эту вот всякую фигню такую нести, и вот насколько у нас, да, много таких отставших от жизни женщин, которые не понимают всей вот этой вот как раз ее силы и красоты в этом естественности, да, такой вот уверенности вот женской по-настоящему, то есть она такая вот реально мощная, да. Ну, на самом деле такой опыт, который она пережила, просто вот если вот кто не знает из твоих, из моих подписчиков, ведь у нее было в детстве, она же перенесла вообще совершенно удивительную операцию, ей отрезали ноги, потом их заново пришили, то есть у нее ноги в области колена, ну, там прям вот видно, и сейчас бы такого, конечно, не сделали, на самом деле тогда мы могли бы избежать этой страшной операции, то есть можно представить себе, как тело после этого функционирует, и вообще то, что она делает, вот даже вот эти концерты, которые она выносит на ногах, столько времени, вот с такой проблемой здоровья, это, ну, я не знаю, откуда она сила, мне кажется, Бог только посылает ей силы, чтобы еще вот так петь, вот этим своим мощным голосом. У нее такой поток, поэтому как бы даже неудивительно, удивительно, вот, это такая прям, да, да, ну, так вот могут там люди сказать, ну, просто люди вообще любят говорить всякую чушь. Всякую чушь, да. Да, и, конечно, хочется, чтобы было больше у нас как-то таких осознанных женщин, которые, во-первых, бы и уважали других женщин, да, и вот, потому что в нашем как-то обществе вот это вот принято все время шеймить друг друга, шеймить других, да, и за счет этого как-то, да, там, выходить. Вот, поэтому, мне кажется, вот те, кто развивает в себе, да, вот какие-то такие другие качества женские, кто ходит вот к тебе на танцы, мне кажется, женщины просто по определению не могут, да, как-то так вот думать о других. Появляется, наверное, какое-то такое уважение, наверное, к телу, к своему, к чужому, да, вот это вот... Да, совершенно верно. Давай, давай покажем какое-то, вот я, помнишь, тебя попросила, какое-то вот движение руками, я просто видела, у тебя есть один очень классный урок, там, где ты показываешь лотос, по-моему, да, называется? Да, лотос, ага, есть так. Просто вот покажи, как это выглядит. Смотри, знаешь, я еще, мне вот такая еще вот мысль, на самом деле, пришла, что вот если, например, женщина почувствовала в себе вот это желание танцевать, его нужно реализовывать, потому что очень, вот, очень часто бывает, что я, например, сталкиваюсь с тем, что женщина там какая-нибудь вообще там в 30 лет, вообще 30 лет, по-моему, это вообще еще юность просто для женщины, она пишет или там спрашивает, она говорит, вот, Агапия, мне 30 лет, могу ли я танцевать или уже поздно? Вот, или там в ссор, а вот мне 40 лет, могу ли я танцевать? Вот это вот вечное какое-то, вот мы у кого-то спрашиваем какое-то подтверждение, разрешение, да, разрешение. Да, да, разрешение. Вот, и мне так хочется донести вообще до девчонок любого возраста, что на самом деле, если у вас есть вот это желание вдруг учиться танцевать, вот неважно, сколько вам сейчас лет, 50, 70, 80 или 20, вообще без разницы сколько, вы просто имейте в виду, что вот это желание – это то, что ваша душа, она пытается до вас донести. Вот она, наконец, она вот там нашла какой-то момент, где её там хозяйка готова её услышать, и ты вместо того, чтобы вот эту душу, там, обратиться к ней и сказать, да, конечно, как я тебя люблю, и спасибо за то, что ты мне даёшь вот эти подсказки, ты что-то начинаешь ещё как-то вот что-то у кого-то спрашивать, искать. Нет, надо просто реализовывать обязательно, потому что, ну, я, например, вот по своему опыту могу сказать, я бы 10 лет назад никогда бы не подумала, что вот сейчас я буду преподавателем, там, tribal fusion, буду хозяйкой своей, там, танцевальной школы, буду выступать с Перукова в Крокусе. И если бы мне, учительнице начальных классов, сказали бы об этом, что я буду вот жить вот так, как я сейчас живу, я бы вообще не поверила. Я бы не поверила, что я когда-то перееду из там квартиры в дом свой, буду дышать воздухом. И вот, в общем, жить так, как моя душа сейчас мне просто вот, ну, просто рассказывает, как ей хорошо. То есть вот это вот наслаждение вот этим моментом, наконец. И вот когда мы начинаем слушать нашу душу, она нас как-то начинает выводить вот как раз на наш вот этот пункт, ну, предназначение или на то, что для чего мы вообще вот родились. И я приготовила такую маленькую связку, в основе которой лежит очень красивая мудра. Она называется Гаруда, птица. Да, она вот так вот выглядит. Вот, ну, прям такая вот птица. Да, и вот мне хочется к ней вот сейчас всех подвести. И пусть это будет маленькая танцевальная связка, которая через руки каждой женщине просто напомнит, что у неё крылья, у неё крылья, которые нужно просто расправить и дать своей душе вот танцевать вот этот свой танец через тело. То есть вот выражать себя через вот твоё собственное тело. Вот, но лотос, лотос, он выглядит вот так. Вот, он такой достаточно красивый. Вот это вот попробуй, повтори, называется. Да, ну здесь вот как бы мы запястья вот так складываем вместе и ладони прям вот на себя растягиваем. И теперь вот правую ладонь мы поворачиваем вниз. Мы как бы правой ладонью рисуем вот такой полукруг вниз. А теперь мы меняем на тыльную сторону ладоней. И теперь тыльную сторону правой ладони мы возвращаем вверх. То есть у нас, по сути, рука рисует полукруг ладонью, полукруг тыльной стороны ладонью. Да, и вот мы нарисовали первый полукруг, поменяли на тыльную сторону, второй полукруг поменяли. Снова первый поменяли, второй поменяли. Да, и в результате у нас получается вот такое красивое движение. Здесь нужно работать, ну, тоже над вытяжением запястья, делать вот какие-то вот такие практики, чтобы запястье было растянуто, вот, для того, чтобы удерживать вот эти все раскрытые позиции, потому что, ну, хочется сделать вот так. Но чем более раскрытый лотос, тем он более яркий, более выразительный. Вот. Также его можно добавлять, ну, с раскрытыми пальцами. Вот он такой будет. Вот. Вот такое движение. И маленькая мудрая у нас, маленькая связка, у нас есть еще время? Да, конечно, 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 конечно. Да, у нас будет вот такая связка. Мы будем как будто бы, вот как будто бы из земли доставать огонь. Да, вот прям вот это вот, как будто такое переплетение этих языков огня. У нас ладонь направлена в пол, да, локти вверх. Вот я думаю, помещаюсь ли я в экран. И дальше мы соединяем локти, и дальше мы этот огонь не пускаем. Вот мы просто раскрываем. У нас мудрая сейчас потака, мудрая потака в ладони, чистый лист. И дальше мы собираем пальцы по очереди, то есть прям мизинцы. И большие пальцы нам нужно сцепить. Да. Вот, по сути, у нас уже гаруда мудра есть. И теперь мы по очереди пальцы раскрываем в эту птицу. Гаруда – это птица. Это как вот крылья той нашей самой души, которая вот хочет путем танца полететь. И дальше птица начинает лететь. Да, то есть рука делает вот такую вот такую плавную волну на конце, раскрывая пальцы. Да, то есть у нас получается... Да, ну и дальше это мудро летит. Я надеюсь, вы повторяете за нами. Нет, на самом деле, то есть вот весь этот танец даже просто одними там пальцами – это уже какая-то магия. То есть это не так просто. Да, это уже красиво. Мы даже еще не добавили вообще там ни головы, ни головы. Да, мы еще даже ничего не добавили. Это просто только... А вот так, да. И у нас получается раз, два, три, четыре, я уже неправильно сделаю. Вот так надо. Вот у нас восемь счетов связка. Сейчас я, может быть, чуть отойду. Да, может быть подальше, чтобы тебя было лучше видно тогда. Вот. Да, я потому что руки будут твоими. Понимаю, что не помещаюсь. Вот, все пишут, очень стараемся. Молодцы. Да, то есть вот мы можем раскрыть руки, и вот когда мы их раскрыли, поменять направление ладоней, то есть направить их в пол для того, чтобы они собрали вот этот огонь из земли. Да. И вот у нас сейчас локти вместе, запястья вместе. У нас как бы голова как будто в чаше какой-то. И мы начинаем собирать пальцы, и головой мы немножко отклоняемся назад. И когда мы сцепили большие пальцы, мы наклоняем голову вниз, как будто вот мы посмотрели на то, что за птица сейчас у нас в руках. И дальше мы раскрываем пальцы и взгляд направляем вперед. Да. И после этого наша птица начинает лететь вверх, и мы ее выпускаем. Ой. Взбиваю. Класс. Мне очень понравилось. Классно. Прям вообще. Ну, в общем, можно будет, если сохраниться, у нас эфир там в записи посмотреть, включить любую музыку. Да, сохраню. Это уже такое упражнение даже для мозга. Назовем это не то, что даже для чего-то, это просто уже даже зарядка для мозга. Это совершенно так и есть. Это вообще, вообще танец, он очень здорово развивает мозг. Как ни странно. Но на самом деле это так и есть. Да, большое мастерство это всегда, когда ты смотришь, и тебе кажется, господи, ты так легко, а потом ты пытаешься повторить, понимаешь, что это вообще нелегко. Да, это вот, кстати, тоже очень часто, вот, ну, ты это будешь слушать тоже на уроке, особенно, когда я буду говорить про кисти, про пальцы, и про то, что нужно делать руками для того, чтобы зритель посмотрел на тебя и подумал, боже мой, как она легко это делает, я тоже сейчас так сделаю, чтобы он захотел повторить от того, что это так легко. Вот, кстати, такая же тема в йоге бывает, вот, чем более отстроенное тело, чем более отстроенные эти асаны, тем они кажутся, ну, более такими простыми, их прям хочется тоже повторить, и вдруг ты начинаешь понимать, что, как он это делает. Но это везде так, это мастерство, которое в любом виде и спорта, в любой деятельности, когда люди думают, что это легко вот так повторить, это говорит уже, что определенный уровень, да, оно и должно выглядеть со стороны именно вот так. Да, это мастерство. Супер, супер, слушай, спасибо тебе огромное, я так благодарна, что ты пришла, я уверена, ты знаешь, многие будут смотреть еще в записи, и вот сто процентов столько армия такая женщин пойдет, и начнет танцевать, раскрывать себя, и это классно. Я желаю тебе, знаешь, вот, чтобы у тебя твои творческие все планы легко реализовывались, в общем, твой путь, он был легок, да, и тебе всегда попадались вот такие приятные, да, ученицы, люди, которые тебе будут способствовать, да, всей твоей деятельности. Да, я знаю, что ты еще и благотворительностью занимаешься. Да, у нас, на самом деле, танец тоже, он настолько многогранен, он вообще раскрывает женщину, мне кажется, ну, просто со всех сторон. У нас было такое, что мы от студии, мы проводили благотворительные фестивали, тоже в помощь женщинам, кстати. Да, есть такой кризисный центр, дом для мамы в Москве, вот, там помощь беременным женщинам, тех, кто остался, ну, с ребенком на улице, вот, есть такой вот кризисный центр, и мы делали фестивали благотворительные, очень теплые, хорошие фестивали, которые очень хорошо, кстати, помогли, вот, но тоже танец, он может своей красотой приносить, как бы, не только украшать мир, да, как вот цветы украшают, так же, мне кажется, женщина, особенно, когда она танцует, но и вот какими-то вот такими делами тоже через танец можно заниматься. Мне кажется, когда женщина вот по-настоящему красивая, она уже очень много делает для мира, потому что, ну, рядом с вот женщиной, которая светится, да, ты просто не можешь как-то себя там плохо чувствовать, да, то есть все как-то сразу преображаются. Да, поэтому это очень важная миссия такая женская. Вот, поэтому спасибо тебе огромное, благодарю тебя и до встречи на уроке. На уроке. получится. Спасибо тебе, что приезжала в эфир. Очень рада была с тобой познакомиться. Я почитала, поняла, что ты мама пятерых детей. Да. я сейчас на тебя смотрю, ты просто рушишь все шаблоны, потому что какая-то совершенно такая юная, очаровательная женщина, ну, просто вот я сама из многодетной семьи, моя мама тоже пятерых детей, вот, и, ну, просто это адский вообще труд, и она для меня главная. какая по счёту у мамы? Четвёртая. Четвёртая, да? У меня четвёртая дочка тоже такая творческая растёт как раз. Тоже сейчас на танцами занимается. Вот, так что интересно, да. У тебя, это все твои родные? Конечно. Все мои. Мы просто думаем про усыновление. Старшей дочке будет уже 21 год. Да ты что? Вот вот как ты это делаешь? Как ты такая красотка? Я просто вообще в восторге просто в тебя влюбилась. Это невероятно. Спасибо. Ну, видишь, мы на одном этом таком творческом потоке. Просто глядя на тебя вообще хочется вообще большой семьё. Здорово. Спасибо тебе за то, что ты вообще вот есть. Такой вообще пример для всех нас, это просто что-то поразительное. Я заражаю всех этим материнством, знаешь, как бы показываю, что не надо бояться. В общем, это всё шаблоны в голове, можно быть женщиной. Да, да, да. Можно ли танцевать в 40? Ну, вот тоже шаблон. Можно ли танцевать? Мне 40, да, и у меня пятеро детей, можно ли мне танцевать? Это какой-то странный для меня вопрос. Да, да. Я хочу, я просто хочу. Вот. Это самое главное. И я буду, и я буду, да, поэтому спасибо тебе. В общем, ещё увидимся, да, будем на связи. И спасибо всем, кто нас сегодня смотрел, повторял за нами. И будет смотреть. спасибо всем. Всё, всем хорошего вечера. и всем хорошего вечера. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok